Всем привет! Сегодня мы готовим индийское рагу. Все ингредиенты я оставлю в описании под видео. В кастрюле с толстым длином размером где-то 4 литра растапливаем сливочное масло и насыпаем половину подготовленных специй. Через несколько секунд, когда специи прогреются и дадут аромат, высыпаем адыгейский сыр, порезанный кубиками и пережариваем его до румяности, с легкой такой румяности. Немного солю, если сыр адыгейский соленый, можно и не солить. После того, как подрумянится сыр, перекладываем его в тарелочку, освобождаем кастрюлю. Добавляю немного еще сливочного масла, высыпаю морковь, порезанную соломкой и тушу под крышкой до мягкости. Когда морковь немного стала мягкой, добавляю болгарский перец, порезанный кубиками. Также тушу болгарский перец под крышкой. Добавляю я затем брокколи, порезала на мелкие соцветия. Перемешиваю и потушу вместе с брокколи все овощи минуты 3 под крышкой. Добавляю теперь оставшиеся специи, опять же немного солю. Теперь буду добавлять помидоры, порезанные тоже кубиками. Перемешиваю все и оставляю опять тушиться под крышкой минуты 3-4. Теперь добавляю картошку, порезанную также кубиками. Добавляю воду. Здесь уже воду, вы смотрите какой густоты хотите рагу, столько и добавляйте. Я добавила пока 200 грамм, а там я уже буду смотреть, когда будет тушиться, вода будет испаряться, я буду добавлять. Дальше солим по вкусу и оставляем тушиться до готовности картошки. Когда картошка уже готова, мы выкладываем адыгейский сыр, который мы пожарили в начале. Наливаем сливки и оставляем это все тушиться еще 5 минут под крышкой на слабом огне. Дальше солим по вкусу и оставляем кубиками. Готовое рагу мы можем украсить зеленью. Оно получается очень вкусным, сливочным и сытным. Попробуйте это блюдо, оно очень вкусное. Приятного аппетита! Продолжение следует...